О существенном и важном О существенном и важном Позабыв о суете Доктор Волощук СД С вами говорит стихами И существенном и важно Доктор Волощук СД 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 Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки и рок-поэзии В сегодняшнем, 11 выпуске рок-поэзии, я опять буду говорить о том, что заинтересовало и взволновало меня на прошлой неделе И, конечно же, я буду говорить и о самом себе и о том, как я отношусь к тому или иному явлению нашей жизни Хотя все и так прекрасно понимают что в абсолютно любом произведении, не говоря уже о действиях, любой человек говорит о своем отношении к этому миру, даже если он пытается это скрыть за метафорами сравнениями и прочими и на сказаниями А людям как раз это и интересно узнать, как другой человек смотрит на жизнь Ведь нет повторяющихся судеб характеров, взглядов на мир как нет и одинаковых отпечатков пальцев Поэтому, чтобы не затруднять вас расшифровками того, что же я на самом деле хотел сказать в своих сегодняшних стихах Я постараюсь говорить о своем отношении к миру прямо Без метафор и сравнений Даже сами стихотворения будут иметь непосредственное название К примеру, я так считаю В котором я буду говорить о том каким распространенным явлением в мире стало манипулирование общественным сознанием пропаганда, интерпретация фактов в угоду чьим-то интересам Ведь еще Геббельс в 30-е годы прошлого столетия когда существовали только печатные средства массовой информации и радио уже тогда прекрасно это понимал и утверждал Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней А в сегодняшнем мире с чрезвычайным развитием средств массовой информации в том числе интернета стало возможным полное погружение человека в вымышленный виртуальный мир со своими врагами, друзьями, ценностями Существуют целые страны погруженные своими правительствами в виртуальную реальность в которых подавляющее большинство населения верит в реальность происходящего в телевизоре и в соцсетях и это полностью определяет их поведение Такая глобальная манипуляция собственным народом Вот в этом стихотворении я как раз и говорю о своем отношении к этому явлению Повторюсь, оно называется Я так считаю Я так считаю Это мое мнение И это точка зрения моя Как часто слышим эти выражения что разные нам люди говорят Бывает интересным чье-то мнение Но кто умен воспринимает только факт Сегодня многие освоили умение манипулировать сознанием зевак Ведь пропаганда и интерпретация родные сестры, так они близки Геббельс просил лишь средства информации чтобы в свиней кого угодно превратить И чтобы нас не вводили в заблуждение ни точки зрения ни чей-то мудрый взгляд Освоить важно нам одно умение Сомнению подвергать, что говорят Важно сформировать картину мира нам основанную на фактических вещах Тогда кому-то нужными ориентирами не сбить нас даже в самых мелочах Отсюда вывод набивается само собой Надо учиться делать выводы самим Тогда не запугают нас прогнозами Манипуляции с собой мы избежим Такое вот мое простое мнение Такая точка зрения моя на мнение, интерпретации, суждения на тонны слов за умных и вранья В следующем стихотворении Я опять-таки прямо, без обиняков расскажу о том что меня до сих пор волнует в этой жизни Оно называется Я так и не стал равнодушным Мне так же, как всем, избежать не случилось Пустых разговоров, бессмысленных дел Бесплодных мечтаний, ненужных усилий Блужданий, страданий, страстей в темноте Но мне повезло, что не стал я циничным Не стал неудачником время кляня И силу свою понимать научился Зато не берусь, что исправить нельзя Я так и не стал равнодушным к хард-року Заводит меня до сих пор рок-н-ролл Не стал равнодушным к стихам, но глубоким В той мере, насколько и сам я глубок И не оставляет меня равнодушным Народная мудрость, где точно, прям в глаз Всю жизнь собираю я эти сосуды С вином драгоценным, пословиц и фраз И я до сих пор не могу пройти мимо Когда одного бьют большим коголом Хотелось бы быть равнодушным и милым Но видно, такое мое естество Меня до сих пор восхищают восходы И мощью разит океанский простор Всегда впечатляют высокие горы И гордость дарит наш родной триколор И самое главное, в 58 Не стал равнодушным я к женской красе Не стал равнодушным к мечте и свободе Не стал равнодушным к себе и судьбе И все же к чему-то я стал равнодушным К пустым разговорам, к политтрескотни К бесплодным мечтаниям, страданиям глупым Любое безделье давно не по мне Следующее стихотворение Я написал под впечатлением событий Происходящих в Белоруссии А до этого происходивших и происходящих на Украине В Грузии, в Прибалтике и так далее По всему Тверскому околотку Как говорил Сергей Есенин То бишь по всему периметру нашей великой страны Которую хоронят, хоронят Да все никак похоронить не могут Люди зачастую теряют чувство реальности Неадекватно оценивают происходящее Своих соседей, друзей А также самих себя Свои влажные мечтания и хотелки И в своем следующем стихотворении Я буду говорить об одном очень болезненном и горьком Но очень эффективном лекарстве Против этой неадекватности Называется это лекарство Реальность И точно так же называется мое стихотворение Болезненное есть и горькое лекарство Даже название звучит нехорошо Реальность Ну совсем по-канцелярски Но отрезвляет, говорят, очень свежо Причем воздействует на всех и во всем мире Без разделения на возраст, цвет и пол Национальность и политориентиры Будь ты грузин, поляк или хохол И даже если ты американец И очень занят разжиганием с грабежом Японец, европеец, приболтянец На всех воздействует реальность хорошо Реальность действует особенно прекрасно Когда становится горячей голова Когда преследует идея неотвязна Как безнаказанно у русских все отнять И есть у той реальности ракеты И самолеты, корабли, просто не счесть И есть у нее два апологета Зовут их армия и флот И опыт есть лечения воспаленного сознания Лечения даже буйных чуваков И вот на что я обращу ваше внимание Ограничений нет Эффект всегда толков Давно придумано лекарство В древних школах Да и проверено уже не один раз На шведах, на поляках, на французах На монголах, на террористах, на фашистах Полный безотказ Такое вот прекрасное лекарство С голов горячих жар сбивает только так Казалось бы, звучит по-канцелярски Но лечит даже отмороженных вояк А чтобы уйти от этих слов От канцелярских Есть предложение у наших докторов Россия дать название лекарству Понятней будет для горячих и для голов В следующем стихотворении Я хочу обратиться к своим детям Их у меня шестеро Три сына и три дочки И мне, конечно же, хотелось бы Чтобы они стали достойными людьми Нашли себя, свое призвание Добились чего-то в этой жизни Но как бы нам всем Не хотелось защитить своих детей От врагов и предателей От бед, невзгод и неудач Вряд ли у кого-то получится Спрятать их от жизни Да думаю, они и сами не захотят прятаться От жизни, в которой как раз есть И добро, и зло, и любовь, и ненависть И вражда, и дружба И весь спектр человеческих эмоций Но именно это делает нашу жизнь Насыщенной и прекрасной Когда мы живем в полную силу В надрыв Со всеми человеческими эмоциями Не прячась за чьей-то спиной Но вот рассказать о каком-то своем Опыте поведения в той или иной Жизненной ситуации Думаю, будет не лишним Не в качестве назидания А так, на крайний случай Вдруг когда-нибудь пригодится Я, конечно, сомневаюсь, что мои дети Прямо сейчас услышат это стихотворение Так как у них своих дел не в проворот И они не так внимательно следят за моим творчеством Как некоторые мои подписчики И особенно хейтеры Но все же, может быть, когда-нибудь прочитают Стихотворение называется Я рядом Я рядом Я всегда незримо рядом Но вы об этом помнить не должны Когда все хорошо Когда как надо Важно, чтобы помнили в те пасмурные дни Когда не до веселья Не до смеха Когда вокруг несчастья До враги Чтобы в те минуты доносилось эхо Тех слов, что говорил я Как вести себя Когда судьба совсем прижала Когда совсем хреново Когда край В такие дни Чтобы вы вспомнили детали бесед Что вел я с вами невзначай Что помнить вы должны Где бы ни были Что честь дороже жизни Это так И в ситуации ужасной Или-или Не жизнь, а честь должны вы выбирать Без чести жизнь Существование лизоблюда Существование позорная раба Достойная смерть выбирают люди Честь и свобода для которых не слова Лишь в этом случае решатся всех проблемы Когда решишь судьбу свою принять Правда рискуешь только в памяти Остаться человеком Но зато можешь и большим ты человеком стать Но в любом случае Не прогадаешь точно Ты человеком будешь так и так Проблемы все Хоть очно, хоть заочно Решатся быстро Как простой пустяк И напоследок Я хочу прочитать вам стихотворение Про наши родные места Что затерялись во вселенной Про наши прекрасные просторы Леса и моря Про наши чудесные принципы и традиции Что мы не устаем развивать и совершенствовать Это стихотворение про то Что может быть совсем скоро Благодаря своим беспрестанным усилиям Мы превратим себя в совершенные существа А свои просторы в землю обетованную И о жизни здесь будут мечтать все Без исключения инопланетяне Стихотворение называется С нашего края С нашего края дремлющей вселенной Не видно, что творится за углом Да что там за углом В своей деревне Не понимаем иногда, что и почем Не понимаем иногда, откуда ветер А еще хуже, что не знаем мы, куда он дует И зачем нам солнце светит Чего хотим, порой не знаем Вот беда И зачастую мы не знаем очень точно Как же нам отличить добро от зла Совесть давно в душе простая строчка Что между ними лишь условно пролегла Иисуса нет, апостолов и канта Категорически забыт императив Мы превратились в эмигрантов и мутантов В краю иллюзий стеба и ножи У нас теперь цинизм в большом почете Умение шустрить и воровать Если ты лох, то будешь ты в пролете Всю жизнь на лбу будет уныние печать Поэтому лохом быть непрактично Каким-нибудь учителем, врачом Лучше всего чиновником циничным Судьей продажным Рейдером, ментом И лучше не соваться в бизнесмен Это лохи подстать учителям Их дуют беспрерывно, аж в три смены С ума с тюрьмою о них плачут по ночам Такие вот дела у нас тут, с краю Такие неплохие вот дела Осталось научиться только лаять И вырабатывать в крови антитела Супротив всяких вирусов поганых Что не дают нам жизни без конца Землею станем мы обетованной Для всех инопланетчиков тогда Тогда не хуже будем мы, чем аватары Прославим мы тогда родной свой край Что на краю вселенной затерялся Скоро узнают все про этот рай На сегодня все Надеюсь, что вам были интересны Мои поэтические опыты Лето, к сожалению, заканчивается Но надеюсь, все успели отдохнуть Зато, к счастью, заканчивается карантин И приближается открытие нового сезона Культурной жизни нашей страны Уже начинают возрождаться Концертные выступления наших рок-групп Театральные постановки И прочие перфомансы На прошлой неделе мы уже побывали На одном концерте Надеюсь, что теперь Событий будет побольше И, соответственно, будет больше впечатлений Для написания новых стихов, песен, блогов И заметок Поэтому прощаюсь с вами До следующего выпуска А сам пошел получать свежие впечатления И писать новые стихи До свидания, друзья О существенном и важном О существенном и важном Позабыв о суете Доктор Волощук, СД С вами говорит стихами О существенном и важном Доктор Волощук, СД СД СД